Приветствую, мои дорогие друзья, а также новые зрители канала Заброшена Россия. Мой канал рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня мы с вами находимся в селе Юденко, Осикеевского района Оренбургской области. Как всегда, будет очень интересно. Смотрите до конца. Поехали! Друзья, планов у меня здесь очень много. Кроме вот этой техники, которая здесь представлена на памятнике, хочется еще несколько машин посмотреть. И также я хотел заехать к Николаю, к моему знакомой, который до этого прислал мне фотографии своего музея. Вот. Но только я сюда приехал буквально час назад, и он сразу же ко мне подъехал. Мы уже дома с ним пообщались. Он показал свой музей и классный штык-нож, который вы увидите чуть попозже. Ух ты! Ничего себе! Поэтому наберитесь терпения, посмотрите. Но пока сейчас я вам сделаю небольшую экскурсию этого красивого музея. На самом деле, друзья, здесь все просто местами поменяли. Какая-то техника добавилась, а вывески не переставили. В общем, вот такой газончик у меня есть в музее. В Орловской области купила себе. Кто не видел этот сюжет, я сейчас ссылочку оставлю в фильме. Обязательно посмотрите. У меня такой же красавчик есть. Вот такая штука, я знаю, продается в Покосном, на металлоломе. Пока еще не купил. Ну, такие вот вещи, друзья, я очень хотел бы себе найти. У кого такие старые старинные инструменты есть, пишите, звоните мне. Я бы с удовольствием приобрел себе их в музей. Вот в Оренбургской области, в Орловской области. Вообще мечтал мне в своей родной деревне в Орловской области, в деревке сделать такой вот постамент из таких старых машин. Вообще, большое спасибо руководству этого колхоза или совхоза, я не знаю, как здесь называют, за то, что сохранили эту технику, не сдали на металлолом. Хотя бы могли сдать это все на металлолом и заработать кучу денег. А так, друзья, это осталось на века детям. Смотрите, какие красавцы. В общем, друзья, всегда, если какая-то у вас техника стоит, ненужная, хотите продать металлолом или по другим причинам на другое место, пишите, звоните. Может быть, мы с вами договоримся, я когда-нибудь разбогатею, все скуплю и сделаю таких много памятников в своей родной деревне, а может даже в Бугруслане, в центре города. Кто за, поставьте, пожалуйста, лайк. А если кто против, напишите, что вы ошибаетесь. Ну, как-то так. Поехали дальше, очень много планов, здесь еще очень старых машин много, а времени у нас мало полетели. Друзья, вообще, сегодня я снимаю не только в Юдинке, но и в соседнем селе Макрадол. Ну, конечно, в этой серии у нас все будет только про Юдинку, а уже в следующей серии мы поедем в Макрадол, где есть интересные две старинных машины. Как-то я их снимал три года назад, в общем, хочется мне также прогуляться по деревне и посмотреть, на месте эти машинки или нет будут, может быть, их продавать или не будут, не знаю. В общем, просто хочется прогуляться и пообщаться с местными жителями, полюбоваться деревенскими красотами. Поэтому обязательно посмотрите следующую серию из Макрадола. Будет, как всегда, интересно. Ну, а тут, друзья, у нас еще один классный грузовичок. Посмотрите, в каком шикарном состоянии. Всегда проезжаю, любуюсь им. Гар-61 самосвал. В очень хорошем состоянии. В общем, шикарная машинка. Слежения по грустам, у меня такой нет. Мне бы с удовольствием. Были деньги, я бы купил себе в музее. Но в будущем, как разбогатею, когда, друзья, будет у меня миллион подписчиков, я обязательно куплю его. А чтобы было у меня, друзья, миллион подписчиков, вы, пожалуйста, ставьте лайки под моим видео. Делитесь со своими друзьями, пишите комментарии. Это продвигает мой канал. Меня видят новые подписчики. И тем самым в будущем, когда монетизация на ютубе включится, я смогу больше зарабатывать. Поэтому все зависит от вас. Будет ли такая машинка в моем музее? Мы поедем дальше. Там еще у нас одна машинка ждет. Здравствуйте. Здравствуйте. Да решил Саня ваших посмотреть. Да ладно, пожалуйста, пожалуйста. А телегу недавно поставили что ли? Здравствуйте. Это вы про внимание обращал? Да, да, да. А Саня, каких годов? В 90-х. Сам ездилай? Сам, да. Лошадь была, да? Лошадь, ну я в колхозе бригадиру. Для тройки. Для тройки я готовил. Специально. Мы такие праздничные, да? Праздничные, да. Телегу начинал я работать на ней. На лошади ездил, да, колхозная лошадь была. Сот здесь человек помещалось. Ты сколько пацанов много? 48-10. В каких годах последний раз ездила? Лет 10, наверное, назад. Потом уже все, коневодство стало выходить. Лошадей здесь убрали. Вроде все хорошо. Ага, спасибо. Вам тоже удачи. Часы не забудьте. Да, в общем, друзья, молодцы сельские жители. Вот так красиво все оформляют. Приятно посмотреть всегда на такую красоту. Друзья, я проезжал здесь мимо школы и не мог не остановиться возле памятника, где очень красиво. Всегда очень приятно находиться в таких местах, где следят за порядком. Вот видно, траву здесь покосили. Вот эти церочки пахнут. Не знаю, как это называется, но у нас в деревне Варловской области это розами называли. Бизонно пахнет это все. Здесь очень интересный памятник. Необычный сделал. Вот такие фигуры. Воинам погибшим, Великой Отечественной войне. Молодцы, все подкрашено. Чисто, яблони убраны. Мусора нету. Там скошено. Очень часто, друзья, подписчики жалуются, почему я снимаю в основном только заброшенных деревнях. Но, друзья, я люблю снимать и в таких вот процветающих селах, как Юдинка. Тем более, когда такие истории интересные есть. Места интересные, хочется вам показать всегда. Поэтому мне нравится везде снимать. Все зависит от ситуации. Но в таких селах важнее работать, потому что здесь как-то все современно, такое городское. Приятно, когда люди своим селом следят и делают его красивым. В общем, в такое село всегда приятно приехать, поработать и поснимать. Ой, какой запах от этих цветочков. Как же они называются, интересно. Не знаю. В общем, пойдем дальше. Я там что-то заброшенное видел. Не могу, естественно, не заглянуть. Ну, а церковь здесь очень красивая. Малюсенькая, но прям просто красиво смотрится. Большое здание советских времен. Ощущение, что здесь какой-то детский садик или какая-нибудь школа была. Красивые маки. Ирисы, кажется. Ох, ничего не пахнет, но все равно приятно посмотреть. Сейчас заглянем внутрь. Как всегда, лазейки есть. Арчи сам не захотел пойти. Вот теперь будет жалеть. Чечня написано. Там еще какое-то помещение. Да, да, здесь несколько помещений. Какие-то открытые, какие-то закрытые. Очень похоже на детский садик какой-то. Не знаю. В общем, друзья, оказывается, это жилое помещение было. Квартиры. Вижу календарь. 21-й год. Получается, год назад здесь жили люди. Как ни странно. И здесь как будто бы хозяйство кутрилили и бани было. Почему тут люди уехали? Получается, многоквартирный дом был. Раз, два, три, четыре. Вот, друзья, часто спрашивают, куда можно приехать жить. Где есть заброшенные дома. Вот один из примеров, друзья. Огромное большое село. С асфальтом. Школа здесь есть. Много магазинов. И здесь вот раз, два, три. Четырехквартирный хороший заброшенный дом. Огромный двор. Огород. Даже остались дворные постройки. Ну, конечно, здесь ремонтик надо делать. Газ есть. При желании можно приехать и потихонечку восстанавливать. Тут, я не знаю, здесь может 47 больших поселиться. В общем, кого заинтересовало, пишите, звоните. Кто-то тут, я даже старое вижу. Инструментик. Жалко, не целый. Ух ты, даже подвал есть. Так что, друзья, приезжайте. Мест много. Да, ну, конечно, тут не ахти. Но если кто-то жизнь с нуля начинает, можно приехать тут и потихонечку начать жить. Потому что, ну, посмотрите, шикарные цветы тут. И это прям в центре села находится. Рядом администрация, школа. Здесь можно большой клумбой сделать. В общем, друзья, при желании, если кто-то хочет приехать жить в село, всегда можно прокатиться, съездить на разведку, узнать о заброшенных домах. Ну, друзья, и школа, и церковь тут. Замечательные соседи, где чисто все убрано. Вот огромный участок, там хорошие соседи. Горка есть. Правление, администрация. В общем, все вместе. Даже как и цабочка бешеная бегает тут. Так что, друзья, приезжайте, узнавайте и живите. Надеюсь, жители виденки тоже так считают. А то сейчас за них все решаю, они будут против. Нет, шучу, конечно. Всегда рады новым жителям. Интересно, друзья, тут тачанку видел трехместное семейное транспортное средство. Такое еще не видел. Действующее, главное. Папа, мама куда-нибудь ездит с ребенком. Красота. Друзья, как вы знаете, последние месяцы YouTube отключил монетизацию, и сейчас мой канал существует только благодаря поддержке подписчиков. Если вам так же нравится наша работа, и вы хотите нас поддержать, можете перевести средства на карту Сбербанка и Тинькова, который будет указан в описании этого фильма. Если вы можете поддержать нас финансово, можете просто поставить лайк под этим фильмом и написать хороший и добрый комментарий о нашей работе. Это тоже очень поможет нашему каналу. Большое спасибо за то, что вы у нас есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да С дружком своим Друзья дружком своим Какая хорошая А вы родом отсюда? Нет, я сама не Откуда Я всё привезли Зимой, друзья, катался на санях на лошади Дяденька не прокатил Вот сейчас я проехал У меня опять тормозну, говорит, украинском прокатиться сейчас будем кататься но это вы конечно уже видите фильме надеюсь не упаду седло есть порода это больше для работы держите ли для души работая молодую пригнать обучать седло каких годов седло уже древнее а сейчас продают тут седла? продают? они дорогие сколько стоит? я не знаю тысяч 5 наверное шум постелить сверху? да нет нормально нет объем ничего надеюсь сверху подтягивается да мне плохо и такой да ладно так куда можно прокатиться? куда? 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 так машин тут не поцарапай но поехали поехали в общем друзья испытываю просто просечь и восторг на лошади я еще не снимал фильмы а кстати очень удобно едешь так вот дома снимаешь тихо спокойно двигатель никого не раздражает кайф друзья точно передано старость лет в деревне бесконечно могу кататься под голубом пробежать не умею конечно но все попробуем быстрее прокатиться главное чтоб камера вдруг не вылетела вообще чувствую себя ковбоем разворачиваемся а поехали ой ой что так с дорогой было стоя аж я взроснул лишь бы не сбросил у меня да куда ты налево у тебя тянет ты конь что ли? да сложно с камерой рулить не будем мы бегать я просто очень сильно скакаю на лошадях поэтому не буду лошадь загонять а то встанет еще чувствую себя первым парнем на деревне время надо еще поснимать все потом макродол поехать успеть сегодня ладно все хорошего спасибо давайте удачи все хорошего под этим ветром ночью я здорово я просто решил прокатиться привет кобеля вылечил ах да у меня такой самый штихнож дома сейчас покажете покажу вот и нашли у нас его на шахане сейчас поедем ай да поедем ну давайте давай ух ты тут раскладывал раскладывал вон инструмент вот висит вверх вот тут рога видишь ничего себе вот я тебе сказал не говори разгадки здесь могу смирать я даже представить не могу я с ним полгода ездил пока ну такой должен быть да вот нет от себя а на бревна наносить это насечку такой нет нет разрядки вот стоит вот ничего себе я что-то даже и не знал а где нашли такой ну привезли мне вот да один хлопчик нашел на фердаке и принес сам Неслав что такое в жизни догадаешься да 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 я тоже долго-долго возил а вот в этом что хранили воду ну квасное можно было наливать раньше воду вот мне кажется в поля возили чтобы она быстро не остывает целенький такой просто не прослушився тоже сами даже сделают да и сами сделают устаказывать чтобы не валялось просто это вот это вот это вот это вот со станка вот я там составил на вот такой камень да есть какой-то по-видиму наждать просто был я вот тоже я чемодан я прожил жизнь это это чемодан столько себя помню за чемодан помню дома валялся а буквально я 3 года узнал что с этим чемоданом в 52-м году отец с армией пришел Вот такой кучки есть, я тоже где-то видел, ты показывал. Да, есть у меня такие парочку. Рабочий даже, да? Ну так, нет, вот чуть-чуть. Тоже где-то ребята пахали, вот в полях нашли, выпухали. Даже здесь клемок стоит. Ну это, я так понимаю, царская сиропка. Да, это раннейший, да, раннейший. Я считал, что, как мне сказали, это ступка. Ступка, ступка, ступка. Но я пришел к выводу, это не ступка. Это был какой-то маленький... Но мне кажется, что ступка все-таки... Нет, это колокол был. Маленький какой-то, маленький это колокольчик. Вот на этих, вот на этих ушах он вот так вот висел где-то. Ну тогда звон не тот был бы. И вот эта жопка большая, специально до основы. На ступке? Что-то ступка. Ну не знаю, ну ладно, тебе будет колокол. Раньше я начинал... Давайте работу брось там. Да, раньше я начинал на комбайне отработать. У всех комбайнеров такие были, очень побольше были. У всех комбайнеров были на комбайне. В общем, вместо термоса раньше, да? Да, вместо термоса, вместо термоса. Сколько эти гири у меня уже лет 15-20 валяются, наверное. Вот только увидал, видишь, какой год выпуска. 24-й. 24-й год выпуска. Какая-то бронзовая, латунная, медная или да, латунная, латунная, латунь. Даже клеймот стоит вот здесь. Ну это и клеймот же, при этом Веста проверяешь, и клеймот себе. Да, такие нестучалые. Ух ты. Пемский номер 6, завод Князи Голицыны. Ух ты. Откуда такой клейменный вот? Ну, дом местный? Нет, это привезен неоткуда-то. Ну да, привезен откуда? Это дома родители разбирали печку старую. Ну и выкидывали-то. Вот здесь, да? Да, вот там они родители живут. Да, и оттуда выкинули его. А потом отец рассказывал, вот этот привезли в 60-х годах, наверное. Там где-то в Буздорусском бару деревне разбегались. И оттуда вот ноги покупали, там срубы дома что-то перевозили. И вот там где тоже где-то с печки, там где-то выломали его тоже. Оттуда, потому что даже с Перми привозили. А можете оттуда кто-то? Специально пищу, да. Вот эти вещи даже провода только отрезали. Надо же было кому-то. Ага. Даже они рабочие, ключи, она будет выркать. Это я даже так и помню. Да, это же при нашей памяти уже были. А это какие годов? Не знаю. А ты где-то... Так, а вот для чего это так зовут? Ну, это какая-то кошка. Кошка. Это кошка? Мне сказали, скорее всего, раньше, когда в колоссах теряли ведра, вот туда кидали, там ловили ведра доставали его. У нас воське по сей колоссе был на революционной, вот там кошка такая висела. А вот это вот тоже, вот это не знаю, вот тоже. А это знаете, это висело. Что-то вешало. Мук рассеивать, такой сито круглый, большой было. И от нее отходило три цепочки. Это я точно знаю, потому что целиком я находился с ситом. А, и вот висело, да? Все. Вот. Вот это. Вот видишь, как он вымпел-вымпел. А вот читай, досрочно выполним семилетку. Не пятилетку. А семилетка была 69-65 год. Ого. Одна она была, по-моему, одна. Две их было семилетки всего, да. Э, не знаю, что у нас. Подвешивать. Не знаю, да. Для кладки. Отвес. Отвес, да? Не, отвеса была бы эта дырочка. Вот и есть. Не, не. Раньше вот так, Егоныч. Вот, вот, вот отвес тоже мне. Вот отвес, видишь, как это? А, это уже современное. Современное, да. Это только значит. Вот это отвес, вот есть, да? Кольцо было такое вот. Кольцо было? Такое вот, трехольное кольцо. Оружейная комната отдельного? Дома в сейфе, струбьем стоит. Ух ты, не, чего себе. Это не Алисака. Не Алисака? Нет. А так, как у твоей вот это все, вот, видишь, вот. Туда, там даже вот номер есть на ней, видишь, вон там, внутри. Вот, где-то, вот, ага, да. И вот это, что интересно, только прожил в земле, защелка работает. И еще не создавило ничего. Заболка называется они. Не продаешься? Нет, пока нет. Блин, вообще, да, где-то и такие заболка называется. Кривой штык он такой, блин. Ну, как штык, он ведь билетат использует, как штык. Потому что, вот же, он на нем сцеплялся. Как мини-сабли, так же. И вот, ребята, хотели бы эти два ножа сделать, стали его пилить, вот, видишь, делали. Ну, ничего, он, все равно не потерял своей красоты своей. Да, ребят, значит, там копались, не нашли. Вот у нас, значит, на Шихане там. Да, массивный. Я думал, какой-то, прям, он похож на тот, который ты находил там, нашел, который... Ну, по размеру поменьше. А, по размеру. Такой, таких я еще не встречал. Ничего, вот подписчику спросим, что это за штык. Да, да, давай, подумай. Поход, там, что-нибудь порубать сразу. Да, я не собираю, я просто из писталов не хожу. Вот, попадется, что, я тоже не брошу. Подниму обязательно, что-нибудь интересное. Слава, большое спасибо. Ладно, не за что, давай. Рассказ за музей. Наконец-то до вас доехал. До свидания. Ладно, давай, ага, давай, счастливо. Друзья, выяснилось, что в Юдинке очень много интересных мест, очень много интересных людей. Я встретил очень много интересных вещей. Поэтому в одну часть просто все физически не помещается. Самое интересное я оставил на вторую часть. Ну, надеюсь, что эта часть вам понравилась, как всегда. Делитесь своими эмоциями, впечатлениями в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно пишите мне в соцсетях. Ссылки на них вы увидите в описании этого фильма. До новых встреч, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok